Благоустройство центрального сквера продолжается. На центральной улице обновляют брусчатку, лавочки и реконструируют фонтаны. На их ремонт из бюджета выделено порядка 280 миллионов тенге. О темпах ремонтных работ и сроках расскажет Айдана Папанина. Визитной карточкой центрального парка Кустанаев всегда были красивые фонтаны. Здесь любимое место всех горожан. В этом году фонтаны реконструируют и приводят в порядок. Совсем скоро запустят пешеходные и музыкальные фонтаны. Такого в городе еще не было. Всего в Кустанае 24 фонтана. Большинство из них расположены в центре города. После суровой зимы эксперты провели диагностику. Как оказалось, несколько фонтанов и вовсе не подлежат ремонту. Оборудование вынуждены заменить полностью. В этом году на реконструкцию фонтанов выделили 280 миллионов тенге. Эти средства затратят на благоустройство шести водных сооружений. Полная замена гранита, ремонт основания чаши, замена насосов, замена электропроводки. Ну и сама конструкция подачи воды тоже будет произведенной заменой. Также новшество, можно сказать, будет в центральном парке Саебак. Большой центральный фонтан, который будет цветомузыкальный. Самый дорогостоящий из всех центральный фонтан. На его реконструкцию затратят почти половину выделенного бюджета. Как говорят специалисты, он будет музыкальным и с современной подсветкой. Водная картинка будет меняться в такт мелодии. Ремонту подлежит и фонтан, что в центральном сквере, где долгое время находилась фигура бегемотика. Теперь фонтан станет пешеходным. То есть струя будет бить прямо из-под земли. Будет сам фонтан реконструирован, выведен под ноль с основанием самой брусчатки, когда брусчатка. И произведена замена брусчатки на тартановое покрытие. То есть для безопасности. То есть на этом фонтане, как полагается, будет много детей. И чтобы во избежание травм, да, то есть будет покрытие тартановое полностью по периметру. Аслбек Кельдебаев живет недалеко от центрального парка. Каждый день, говорит, гуляет здесь с внучкой. Новым переменам житель города всегда рад. Особенно, когда они касаются преображения любимого города. Если все хорошо сделают, то будет очень здорово. Надо максимально, эта зона, она была испокон веков здесь, центральный парк. И чтобы здесь было красиво, люди могли отдыхать. Если погодные условия не сдвинут график, то открытие фонтана состоится в конце июля. По словам специалистов, отдела ЖКХ, бегемотика, которого так любят жители города, оставят на том же месте. Его лишь покрасят и придадут ему презентабельный вид.